Девушки отдыхают Этот человек уже 20 с лишним лет создает ювелирные шедевры для президентов, королевских семей и самого Папы Римского. В его салон в Киеве попасть можно только по записи. Прямо у входа выставлены скульптуры, каждая из которых стоит от нескольких сотен тысяч до миллиона долларов. Правда, это как раз тот случай, когда грабить ювелирный салон бессмысленно. Фирменное клеймо на каждом объекте служит лучшей защитой от краж и подделок. Мы создаем предметы ювелирного, современного ювелирного искусства из всех областей, где человечество, цивилизация накопила эталону. То есть это оружие, посуда, кабинетные вещи, скульптура. Игорь Лабортас основал свой классический ювелирный дом еще в начале 90-х, когда в Украине раскручивалась гиперинфляция и деньги обесценивались быстрее, чем их печатали. Уже тогда он поставил себе цель не просто зарабатывать на украшениях, а создавать бесценные вещи. Для этого понадобилось собрать под одной крышей лучших мастеров, а еще изменить саму суть производства драгоценных изделий. В первую очередь отключить конвейер. Одно из главных достижений ювелиров Игоря Лабортаса – метод по закреплению в металле бриллиантов диаметром полмиллиметра без использования клея. Сегодня это одна из 130 технологий, запатентованных украинцами. И именно так появилась непревзойденная царевна-лебедь. Мы вообще создали гонку вооружений, в хорошем смысле этого слова, в сфере наибольшего количества бриллиантов в одном кольце. Мы создали царевну-лебедь 2525 бриллиантов. Это не ошибка и не преувеличение. В одно кольцо из 18-каратного белого золота вмонтировано 2525 бриллиантов общим весом 10,5 карат. Микроскопические камни родом из Индии. Там же была проведена их огранка. На разработку дизайна украшения потратили около 530 часов, а на изготовлении – 3625 часов. Его оценивают в 2 миллиона долларов. В 2011 году царевна-лебедь попала в Книгу рекордов Гиннеса как кольцо с наибольшим количеством бриллиантов. Правда, в прошлом году в Индии превзошли это достижение. Кольца – лишь одно из направлений украинского ювелирного дома. Игорь Лабортас любит создавать массивные объекты из драгоценных материалов. Ювелирная скульптура «Море Галилейское» – одна из таких работ. Она изображает христианского апостола во время рыбалки. На глубину опускается сеть из тончайших золотых нитей. Но по-настоящему эта скульптура раскрывается при свете. Это виртуознейшая камнерезная работа. Вот она создана, аналогов не существовало никогда. И именно чтобы камнерезная работа была витражённой. То есть она режется на тонких слоях, которые просвечиваются. А это уникальный шахматный набор «Боспорский поход», где доска изготовлена из двух видов нефрита – светлого и тёмного. Идеально подогнать друг к другу такие квадраты было очень сложно. И мастера взяли на вооружение технологию, которая используется для полировки линз в телескопах. Такого никогда не было. То есть это высшие технологии конца 20-го века, скажем так, начала 21-го века. Недавно представляли наши шахматы в Баку на шахматной олимпиаде. Так президент Алиев не удержался, подошёл, начал щупать стол, ладить, проверять. То есть вот насколько оно всё идеально. В сами шахматы встроен электродвигатель, поднимающий и опускающий доску внутрь. В специальные ячейки можно складывать фигуры противника. То, что мы берём и применяем, нам это легко и понятно. Это невозможно сделать на Западе вообще. Поэтому мы считаем, что украина сегодня не только с нашей компанией. Она номер один в мире по способностям. Отечественные мастера уже сделали свои ставки в Большой мировой игре ювелиров и продолжают намеченный путь. Станут ли эти впечатляющие работы из Украины новой классикой, сейчас не может сказать никто. Всё рассудит только самый строгий оценщик. Время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова